МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спортивная площадка, детский городок, а может быть, парк возле дома? Какие общественные территории благоустроить в первую очередь? Этот вопрос сейчас решает вся страна и республика. У каждого жителя есть возможность выразить мнение с помощью онлайн-голосования. Свой выбор можно сделать до 31 мая. Победившие проекты реализуют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Когда скверы уютные, площадки современные и безопасные, а дворы ухоженные, это комфортная среда. И это касается каждого. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире совместный проект телеканала Юрген и общественной палаты Республики Коми касается каждого. В этом году в Коми благоустроят 72 общественные территории и 50 дворов. Цифры впечатляют. Среди них и выбранные путем голосования крупные проекты для отдыха и прогулок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За них годом ранее отдали голоса почти 40 тысяч жителей региона. Это, например, сквер на улице Морозова в Сыктывкаре или территория городского фонтана в Усинске. Сегодня снова решаем, какие объекты преобразовать в следующем году. Как идет голосование в республике и как выбирают объекты для благоустройства на примере Ухты обсудим в нашей программе. Представлю гостей из студии. Здравствуйте! Магомед Нурмагомедович Османов, мэр Ухты. Софья Скорик, представитель Министерства строительства и ЖКХ. И Дмитрий Сизев, член Общественной палаты Республики Коми. Добрый день! Софья, первый вопрос к вам, так как именно Министерство строительства и ЖКХ организует эту работу. Что сделано в Коми по программе за последние годы? За 2022 год в республике благоустроено порядка 76 общественных территорий, 39 дворовых территорий. Самыми крупными можно выделить в Сыктывкаре, это площадь перед Свято-Стефановским собором, сквер за общежитием СГУ по улице Коммунистическая, в Усинске можно выделить территорию перед памятником Комару, и в Печоре парк геологов. Проектов становится больше? Да, проектов становится больше. Проект начал свою реализацию на территории Республики Коми с 2017 года, и с каждым годом количество муниципальных образований, которые участвуют в проекте, у нас увеличивается. Соответственно, увеличивается количество объектов по благоустройству. А как откликаются жители? Они активно принимают участие в выборе этих проектов? Да, жители активно участвуют в голосовании. Данный проект предусматривает обязательное привлечение жителей к выбору объектов по благоустройству. На данный момент у нас проголосовало порядка 30 тысяч жителей Республики. На территории Сыктывкара проголосовало больше 12 тысяч жителей. Дмитрий, вопрос к вам. Вы часто бываете в разных городах и районах Коми. Как вы считаете, уже можно назвать эффект от реализации программы значительным? Безусловно, можно, потому что результаты сами за себя говорят. Территорий благоустроенных и общих, и дворовых очень много. Но я бы хотел сказать, что не стоит считать этот результат достаточным. Я вижу, что сами муниципалитеты очень активно работают по участию в государственных программах. И у нас один из главных примеров, это вот сегодня с нами присутствует Магомед Нурмагомедович. У нас Ухта очень высокое место в рейтинге занимает. Я думаю, он сам сегодня об этом скажет. И я бы хотел призвать жителей активнее участвовать и в голосовании за объекты по комфортной городской среде, участвовать в других способах проявления своих гражданских инициатив по благоустройству территорий. Поэтому, да, результаты достаточные, безусловно, но надо стремиться к большему. Есть еще над чем работать. Есть над чем работать, безусловно. Я напомню, что отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект могут граждане России старше 14 лет. Сделать выбор можно один раз. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год. Какие города участвуют и сколько всего объектов в голосовании мы отобразили на слайде. В столице Коми на выбор 18 территорий, в Сосногорске – 4, в Иркуте и Усинске – по 3, в Жешерте и Ухте – по 2 объекта, в Печоре и Емве – по 1, но там представлены несколько дизайн-проектов. Например, печорцам нужно выбрать вариант благоустройства парка геологов. – Магомед Нурмагомедович, обратимся к вашему городу. В Ухте благоустраивают объекты по этой программе с 2018 года. Ощутимы изменения? – Да, конечно, ощутимы. Мы за то время, пока мы участвуем в этой программе, мы больше 10 общественных территорий благоустроили, дворовых территорий, порядка 50 дворовых территорий, только чисто участвовали в этой программе. Не считая того, что мы еще свои деньги вкладываем, привлекаем еще и городообразующие предприятия, таких вот территорий у нас, конечно, в Ухте стало намного больше. В том числе и благодаря участию в этой программе. И вот правильно Дмитрий сказал, в России городов есть крупные города, есть средние города, есть мелкие города. И вот Ухта относится к категории городов средней. В 2021 году индекс качества благоустройства, по индексу качества, который ежегодно проводит Министерство строительства и цивилизации коммунального хозяйства Российской Федерации, Ухта заняло шестое место. То есть там пять городов, четыре города Московской области, один город Тюменский. И вот мы заняли шестое место по индексу качества жизни и современной городской среды. Хотелось бы, конечно, побольше, правильно тут было сказано, хотелось бы этих территорий побольше, потому что действительно очень долгие годы вот эти вот территории, дворовые территории особенно, никто не приводил порядок, ну или где-то недостаток средств, или что, не понимаю, но на сегодняшний день люди видят, что вот они своим голосованием могут помочь нам, муниципалитетам привлекать деньги, и федеральные, в том числе, и республиканские, для того, чтобы благоустроить территории. Поэтому тоже призываю всех жителей вот своим голосом помочь нам для того, чтобы притащить эти деньги в город и сделать более благоустроенные наши территории, дворовые. То есть именно благодаря этой программе стало возможно вот такое большое количество благоустроенных территорий? Конечно, конечно. И в том числе это ведь такие крупные достаточно объекты, да? Ну, если про Ухту говорить, вы, наверное, все знаете, да, это вот и набережное газовико, там ведь тоже он был и трех этапов. Два этапа делали за счет соглашения между Газпромом и Республикой. Третий этап, который сделали, это то, что мы участвовали вот тоже вот в такой же программе по кормлению городской среды. Выиграли федеральный грант на 100 миллионов рублей. Точно такая же ситуация, вот, допустим, тот же фонтан, который 70 лет на Октябрьской площади города, то 70 лет его никто не ремонтировал. Мы участвовали в этой программе, тоже отремонтировали фонтан, и он стал, наверное, одним из лучших по рейтингу 21-го года, когда люди голосовали, 20-го года, когда люди голосовали, где лучше было сделано, по Республикому, он стал одним из лучших проектов. Поэтому это очень даже правильно, что оно так происходит. Профиль Ленина знаменитый, да? Как изменился? Это вот в прошлом году. Мне, конечно, было обидно, когда Софья не назвала среди объекта, который в прошлом году благоустроили. Да, устроили, мы ее сделали действительно, что сегодня любой, кто вечером смотрит, там и надпись ухта появилась, мы полностью отремонтировали, площадку сделали, поставили малоархитектурные формы, скамейки, фонари. И очень, конечно... И подъезды, да? Конечно. К этой горе сейчас благоустроили. В этом году, мы уже в этом году дорогу еще сделаем, подъезд в прошлом году мы просто не успели физически, хотя и деньги были, физически не успели, времени нам не хватило. Но в этом году первое, что мы будем делать, это дорогу к силуэту Ленина. Ну вот про деньги. Вот вливание значительное ведь это, да? Конечно. Конечно. Если мы говорим про нас, это порядка 56 миллионов рублей за счет федерального республиканского бюджета, плюс мы еще свои туда вкладываем. Это больше 60 миллионов рублей, которые уходят только на комфортную седу. Это 10 дворовых территорий в этом году и 4 общественные территории. В этом году, вот считайте, 60 миллионов – это деньги, которых мы одновременно в бюджете не смогли бы найти. Для того, чтобы сделать вот эти и дворы, и общественные территории. Дворы – это вообще, наверное, такая острая проблема, да? Ну плюс мы дворовые территории делаем не только за счет этих денег. Вот 10 дворовых территорий за счет формирования комфорта городской среды. И такое же количество мы еще за счет собственных средств, тоже порядка 20-25 дворовых территорий, мы ежегодно ремонтируем в городе. Еще много нужно отремонтировать? Еще много. Мы порядка где-то около 200 мы успели за это время. Ну, где-то столько же еще надо будет. Ну, это уже значительно. Конечно. Итак, как преобразилась Ухта за последние годы благодаря программе «Формирование комфортной городской среды»? Об этом сюжет моего коллеги Романа Кирпы. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет гражданам и властям вместе определять то, как изменится город. В Ухте проект, в рамках которого благоустроили десятки дворовых и общественных территорий, действует с 2018 года. Предложение по благоустройству доходит до Ухтинской администрации по разным каналам. Например, через городское управление ЖКХ. К нам в ЖКХ постоянно приходят предложения от жителей города благоустроить ту или иную территорию. То есть мы постоянно видим обращения. Где-то люди просят обустроить детскую площадку, кто-то просит благоустроить территорию, вот именно где собираются люди. Ну, общественные, мы говорим же об общественных территориях. Так, в 2021 году в Ухте в рамках федерального проекта благоустроили 22 территории, отремонтировали проезды во дворах, тротуары, установили скамейки и освещение. В 22-м проект формирования комфортной городской среды помог преобразить 4 общественные территории в ухтинских поселках и микрорайонах Яриги, Ветлосяни, Шудояги и Седью. Привели в порядок и 10 дворов непосредственно в самой Ухте. Особенно рады ухтинцы благоустройству визитной карточке города, строительству смотровых площадок и облагораживанию территорий у самого большого в мире профиля Владимира Ленина. Смотрите, какая красивая смотровая площадка, вид на город. Мы очень довольны, в принципе. Пока мы здесь находились, очень много детей было, очень много здесь бабушки, дедушки приходят, они в лес ходят. То есть для них это место немаловажно, как и для нас. В этом году по программе формирования комфортной городской среды на благоустройство в Ухте заложено более 60,5 миллионов рублей. Часть средств пойдет на благоустройство территории в районе дома номер 5 на улице авиационной, и между 13 и 15 домами на улице Дежнево, при вокзальной площади Ухтинского аэропорта и второй очереди благоустройства набережной нефтяников. Более половины выделенных средств будет потрачено на благораживание 10 дворов в Ухте. Мы продолжаем нашу беседу. Софья, вопрос к вам. Какие вообще предпочтительные проекты по этой программе? Крупные или все-таки небольшие? Приоритетными являются проекты, которые выбирают непосредственно сами жители, вне зависимости от того, крупные они или не очень крупные. То есть на самом деле важно сделать этот выбор? Да, выбор сделать очень важно. Магомед Нурмагомедович, как реагируют жители? Вот мы сейчас увидели, как преобразилась Ухта. Как реагируют жители? Есть ли какой-то отклик? Или они воспринимают это как должное? Вообще-то отклики, конечно, всегда положительные. Тут говорить не стоит, но мое личное видение, это должно. И оно должно было делаться таким вот образом. И еще раз повторяю, что не всегда за счет собственных средств можно это сделать. То есть привлечь, грубо говоря, 60 миллионов рублей для того, чтобы сделать то, что мы в этом году будем делать. Мне надо было с какой-то отрасли ее вытаскивать. Или там, понятно, с образования, физкультура, культура, ЖКХ не вытащить, денег, как всегда, не хватает. А вот участвует в этой программе. Поэтому я считаю, что люди это воспринимают очень положительно, ну и как должное. Потому что это действительно нужно создавать комфортные условия для жизни людей. Дмитрий, а вы как думаете? Это должное? Или вот эта программа нам действительно вовремя так появилась вовремя, программа? Я думаю, что реакцию жителей мы все можем предположить. Мы сами жители, мы каждый день сталкиваемся с этим мнением. И, конечно же, многие говорят о том, что да, условия должны быть хорошие. С этой точки зрения рядовому гражданину без разницы, на как появилось. И он говорит, да, должны, должны, должны. Но я бы хотел в рамках данной передачи донести такое мнение, что и от жителей тоже много чего зависит. И ничего в жизни не происходит просто так. И на сегодняшний день даже пространства не благоустраиваются просто так. И как минимум, хотя бы своим голосом нужно принять участие. Я вообще за то, чтобы люди принимали участие активнее, не только словом, но и делом выходили, собственным трудом участвовали в благоустройстве пространства. Даже кто может себе это позволить, чтобы финансами вкладывались. Речь не идет о больших суммах, но кто сколько может. Поэтому, наверное, люди воспринимают это как должное. Но мы должны осознавать, что наша ответственность есть за то, в каком месте мы живем. Не место красит человека, а человек место. И каждый должен регулярно выходить на субботники в свой собственный двор. Благоустроить свое пространство. Благоустроить пространство вокруг себя. Мы ведь дома прибираемся, никому никто нам не должен приходить. То же самое и во дворе, и то же самое и в общественных пространствах. Знаете, вот хотел бы поддержать Дмитрия в том, что на сегодняшний день для того, чтобы попасть в эту комфортную среду, людям просто нужно собраться, общее собрание жильцов провести, войти в эту программу, привезти пакет документов. Даже для этого даже людей, иногда бывает, что мы по два, по три раза пытаемся людей собрать в общее собрание, бывает такое, что люди не приходят. А в части того, что вы правильно сказали, если каждый вокруг себя в диаметре хотя бы один метр приберет, то, наверное, у нас всегда было чисто и порядок. Но все-таки есть какие-то изменения в сознании жителей? Я думаю, есть. И тут важно участие не только в комфортной городской среде, но и во всех действующих на сегодняшний день программах, в которых поддерживаются гражданские инициативы. Есть ФКГС, есть другие государственные программы, активно развивается некоммерческий сектор, народный бюджет. То есть люди сами объединяются, и все-таки активных людей, готовых именно активно участвовать в улучшении жизни вокруг себя и с точки зрения благоустройства, и с точки зрения досуга, и с точки зрения решения каких-то социальных проблем. Их становится все больше, и не только дурной пример заразителя, но и хороший. И поэтому, когда давайте все вместе, уважаемые зрители, участвовать в общих мероприятиях, участвовать в голосовании, и своим хорошим примером привлекать еще больше людей к этой деятельности, таким образом, я думаю, мы сможем еще лучше благоустроить наши и малые населенные пункты, средние города, наш регион в целом. Жители могут определиться, в какую программу им нужно подать заявку, чтобы, например, благоустроить двор или сквер возле? Кто в этом поможет им? Определиться точно могут. Я думаю, надо... Дело в том, что у каждого муниципалитета, у каждого администрации есть свои официальные сайты, где все эти программы перечислены. Поэтому любой человек может зайти, посмотреть, какие есть программы, что для этого нужно, какой пакет документов необходимо собрать. Ну, есть, это обязательно во всех муниципалитетах оно есть. Поэтому здесь просто нужно немного более жить активно, а не ждать, пока кто-то тебе принесет, пока кто-то тебе подаст, там, те же и волонтеры, все остальное. Когда сами жители проявляют активность в этом отношении, конечно, и нам проще, муниципалитетам тоже проще работать, когда жители хотят сами. Вы можете им помочь. Совершенно верно. Если есть у них желание. они же, многие бывают, мамы, налоги, плотные, это ваша работа, вы делаете, вы убираете, вы там, а такое ощущение, там, обычно, когда снег сходит, приходишь в город, такое ощущение, как будто бы, там, с космоса-то и упало, или с Токарову, кто привезли мусор, или с Сосногорска, а люди кричат, да, вот у нас грязно, вот у нас мусорно. А кто ее мусорил-то? Да, кто же этого мусорил, да? Итак, как же сделать выбор? Проголосовать можно до 31 мая на сайте программы формирования комфортной городской среды. Также отдать свой голос можно через портал госуслуги. После авторизации в личном кабинете в разделе выскажите свое мнение. Можно выбрать понравившийся объект. Если у вас нет учетной записи на госуслугах, вы можете подать голос через волонтера. Для этого способа нужен мобильный телефон. Добровольцы работают около администрации муниципальных образований, в многофункциональных центрах, на главных улицах города или вблизи территорий, которые выставлены на голосование. Ухтинцам на выбор представлены два объекта. Это благоустройство набережной нефтяников и пешеходной дорожки от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки Ухты. Начнем с первого объекта. У ухтинцев есть время, чтобы повлиять на то, каким образом преобразится набережная. Подробности расскажет Роман Кирпа. В Ухте в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство набережной нефтяников. Сейчас ухтинцы могут выбирать, как в будущем будет выглядеть этот участок набережной. Набережная нефтяников расположена на левом берегу реки Чебью. Она идет параллельно другой набережной газовиков, что уже стало излюбленным местом отдыха ухтинцев. Район поблизости с объектом, который продолжат преображать как в этом году, так и в будущем, населен густо. Неподалеку от набережной расположены школы, детские сады. До 31 мая ухтинцы могут повлиять на то, как будет выглядеть место для пеших прогулок и отдыха в будущем. Мы думаем все время о будущем. Сейчас мы думаем о том, что было у нас в 2024 году. И в этом году вновь опять новое голосование. И хотелось бы, чтобы активное участие жителей города приняли в том, чтобы выбрать, что будет здесь. Опять же, то же самое предлагается на усмотрение жителей. Либо это будет асфальтовое покрытие, либо это будет каменная плитка. Сами горожане отмечают, что то, как меняется ухта в последние годы не заметить нельзя. Идею продолжения благоустройства города в целом и набережной нефтяников в частности поддержит каждый житель. Просто надо, чтобы было везде красиво. А вот вы бы гуляли вот сейчас на той стране живу? Гуляла бы, я тут рядом живу, мне очень нравится. Мне тут и внуки все время гуляют. Да чем больше, тем лучше. Где угодно, везде, где будет устроить, везде будет хорошо. Кроме пешеходной дорожки в 2024 году в этой части набережной нефтяников должны будут остановить бортовые камни, дополнительное наружное освещение и малые архитектурные формы, скамейки и урны. Магомед Нурмагомедович, почему выбран именно этот объект? Чем он важен для Ухты? Знаете, вот река Чебюш, которая разделяет набережную газовиков, где у нас, как вы знаете, самый лучший, наверное, проект, и набережная нефтяникова, между ними речка, с этой стороны хорошо, но там, дело в том, что сама набережная, там подразумевают игровые площадки, ну такая шумная, такая игровая набережная, а вот набережную нефтяников мы хотим просто, чтобы она была чисто пешеходная такая, прогулочная, там скамеечки, фонарики, больше ничего там, там никаких игровых не будет. Мы ее уже начали, первый этап мы сделали в прошлом году, второй этап мы в этом году заканчиваем, и третий этап мы уже дойдем до конца, то есть полностью, чтобы он комплексно был, эта сторона набережная газовиков, с игровыми площадками, там всякими, там, ну шумные будем говорить, так, а с этой стороны мы планируем, что да, спокойно, там, мамаши с колясками, там, люди там, чтобы спокойно было, здесь такое вот, поэтому, изначально, когда мы даже делали набережную газовиков, многие подходили, а набережную нефтяников будете делать, будете делать, и вот мы вот приняли такое решение, что мы за эти прошлые годы, этот год, и следующий год, за три года мы закончим и тот. То есть мнение горожан учтено? Конечно, конечно. Если бы не было бы ихнего желания, наверное, мы бы туда и не зашли бы. Изначально, как выбирать объекты, которые, за которые можно будет голосовать? Ну, грубо говоря, во-первых, это слуховая среда, во-вторых, там соцсети, третьи, сами люди приходят, говорят, письма приходят, там, вот, хотелось бы там, вот там сделали, там, хотелось бы, чтобы и у нас была. Точно так же, вот я, допустим, по поводу детских площадок, у нас на Куратово была большая детская площадка, но так она не соответствовала. Мы ее разобрали и сделали там другую. Огромная большая детская площадка. И тут, центро города, люди, а почему там на Куратово есть, а у нас, почему, говорит, ее нет? Мы тоже такой же хотим. Точно так же подбирали проекты, какие детские площадки поставить, согласовывались с жителями и сделали там возле дома быта тоже. Это как бы один конец города, а это в середине города. И в следующем году это за счет своих собственностей. Мы планируем, что и в старой части города такая же большая детская площадка появится. Софья, а кто вообще занимается обслуживанием этих новых объектов после того, как они уже построены? Получается, дворовыми территориями обслуживанием занимаются управляющие компании, общественными территориями, обслуживанием и содержанием занимаются администрациями муниципальных образований. А гарантийные обязательства какие-то есть у подрядчиков? Все гарантийные обязательства исполняются в рамках заключенных муниципальных контрактов. С этим не возникает проблем? Абсолютно. Абсолютно. Подрядчики нам известны, подрядчики, тем более, в том числе наши же городские, у нас сторонних подрядчиков. Единственное, когда набережно газовиков и детский парк строили, были подрядчики, ну, тоже наши же БТИС, ухтинская фирма, ну, они где-то нашу подряд кого-то нанимали, но в любом случае, как генподрядчик, они несут ответственность. Поэтому по всем, что дворовые территории, что общественные территории, эти все работы выполняли наши городские предприятия, поэтому у нас, если вдруг что, есть возможность привезти, сказать, ребята, не качественно сделаны, исправляйте. Все исправляют? Конечно. А в рамках содержания? Это большое такое бремя для муниципалитетов? Да, мы, у нас два казенных предприятия, за счет, которые финансируются из бюджета. Мы, как тут объект закончим, мы передаем какому-то одному из них, если это, допустим, где-то озеленение всякое, вот детский парк, допустим, у нас сегодня горзеленоходное обслуживание находится. Сам, допустим, где голова Ленина или там, где фонтан, это спецавтодор. Как бы есть у них специалисты, которые обслуживают, убирают техника соответствующая, там все, поэтому здесь никаких вопросов не возникает. А дворы, как управляющие ответственно относятся к новым? Вы знаете, наверное, управляющие компании относятся хорошо, если бы сами жители, допустим, да, ну, примеры, допустим, вот мы говорим, когда приходим в дворовую территорию, ведь самое интересное, сегодня жильцы могут принять решение дополнительно сделать какой-то на этой же дворовой территории, вот мы хотим стоянку, ну, мы посчитали эту стоянку, допустим, примеру, говорим, она стоит миллион, 20% вносят население, то есть 200 тысяч рублей, 800 тысяч рублей мы муниципалитет вносим, то есть мы по ихнему желанию делаем эти площадки, стояночные места. Ну, когда приходим, вот ребята, а нет, зачем нам это, вы лучше делаете, как было. Ну, мы пришли, мы сделали, машин там много, они вот через этот бордюр заезжают на эти газоны, на этот, все это обратно вытаскивается грязь, вытаскивается опять во дворы, понятно, что управляющая компания должна постоянно выбирать, но когда сами жители не следят за этим, понятно, что и управляющая компания это сложно бывает. Да, опять же, от людей зависит. Да, я бы как общественник хотел добавить то, что мое мнение, что и жители тоже должны участвовать в содержании объектов, понятно, что не в технической части, где должны профессионалы заниматься, но в части какого-то элементарного благоустройства, поддержания какого-то порядка, там лишний раз фантик убрать можно и самим, а не жаловаться там на управляющую компанию и так далее. Если в каком-то парке сломалась скамейка, то бесконечно можно обвинять того, кто там должен управлять этим, и как можно быстрее исправил неполадки. Но пока это не произошло, эта задача все равно общая. Вот формальная сторона вопроса, что надо там обвинять кого-то и там заставлять как можно быстрее отки реагировать, ну, само собой это должно быть. Но пока вот проблема есть, она общая, и там чей-то ребенок может прибежать и там, грубо говоря, пораниться. Поэтому я думаю, тут вот ответственность, насколько она на тех, кто по нормам и правилам должен управлять, она все равно ровно настолько же, ну, по моему мнению, может кто-то и не согласится, есть и на жителях, которые пользуются. Совместная ответственность. Совместная ответственность. Но почему бы лишний раз, если мы видим, что что-то не так, это надо исправить, не позвонить и не стать помощником для того, кто должен обслуживать, звонить не с обвинением, чего вы там не следите. Но действительно, мы должны понимать, что... Опять же, кто сломал эту хаменьку? Трудно круглосуточно наблюдать за объектом. Кто сломал, да. Кто сломал, да. Наверное, я не соглашусь, наверное, не соглашусь с вами, потому что я еще раз повторяю, там есть вещи, которые, допустим, человек сам, мимо проходящий человек, просто там его не сможет. И если он вовремя сообщит организации, мы на входе, что взрослые, что детские, везде, дети нашей общественной территории, у нас там висит табличка, по всем вопросам звонит номер телефона такой-такой-такой-такой-то. И если он увидел, что что-то случилось, понятно, он его не сможет устранить. Он тут же должен сообщить, чтобы, как вы говорите, быстрее устранить все. В данном случае, да. Вот это главная задача жителя – сообщить. Совершенно правильно. Если там действительно... То есть не самому ремонтировать, а сообщить. Как вы говорите, поднять фантик, бросить – это не проблема, допустим. Но если действительно поломана скамейка, или там мы очень много, я и наблюдаю, там великовозрастные дети садятся на те качели, которые рассчитаны там на пятилетнего ребенка, а ему там он весит 30-40 килограмм, естественно, она ломается. Вот такие вот вещи, конечно, для этого, да. Мы договоренности с МВД, Росгвардией, что каждые два часа у нас патрульный экипаж проезжает по что набережной газовиков, что в детском парке, каждые два часа они проходят. Что-то такие вот случаи, да, если вдруг возникают. Но если уже без их не возникло, тогда тоже любой гражданин может позвонить. Ребята, вот такая ситуация, подведьте, помогите там. Тем более Ухта, где-то не Сыктывкар, он же очень компактный город. В этом отношении, конечно, мы немножко с МВД работаем. Ну и система у вас выстроена четко. Да, в части обеспечения безопасности. Ну, все, что возможно, делаем. Ну, конечно, все не предусмотреть, а так все, что возможно для того, чтобы люди, придя туда, на эту общественную территорию, чувствовали себя безопасно, это мы делаем. А я обращаюсь к жителям Ухты. Если вы считаете, что именно набережную нефтяников нужно облагородить в 2024 году, то голосуйте. Есть еще время до 31 мая. Сайт 11городсреда.ру или на портале госуслуги. Или с помощью волонтеров в многофункциональном центре или на улицах города. Поговорим о втором объекте в Ухте. Не менее масштабный проект – это благоустройство пешеходной дорожки от Вечного огня вдоль реки Ухты. В старой части города появится комфортная прогулочная зона. И снова Роман Кирпа расскажет детали. В исторической части города тоже грядут перемены. Здесь, вдоль реки Ухты, протянется пешеходная дорожка с освещением, скамейками и другими малыми архитектурными формами, что появится здесь в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Появление еще одного места отдыха в так называемой старой части Ухты – новость, безусловно, приятная. Еще одно место для прогулок у воды будет востребовано среди ухтинцев. Почему благоустраивают именно эту территорию, вопросов не возникает ни у кого. Наверное, для того, чтобы было ухтинцам, где прогуливаться, проводить с детьми свое свободное время. Вообще, да, хорошая идея, потому что не очень удобно по узкой тропинке там ходить. В целом, я за. Потому что люди здесь гуляют, потому что гулять негде. Гуляем, отдыхаем, конечно. Хотелось бы, чтобы все было красивее. И эта территория станет красивее. Сейчас ухтинцы выбирают из двух дизайн-проектов благоустройство тот, что им более симпатичен. Там, значит, вариант такой. Один вариант – это брусчатка белого и черного цвета, а второй вариант – это брусчатка серого цвета. Я думаю, черная с белым более будет смотреться годично. Они красивы. Согласны ли ухтинцы с мнением куратора проекта благоустройства пешеходной дорожки вдоль реки покажут итоги голосования, которое, напоминаю, завершится 31 мая. Магомед Нурмагомедович, здесь нужно выбрать дизайн-проект именно пешеходной зоны. То есть надо сначала выбрать объект, а потом еще и дизайн-проект? Нет. Дело в том, что мы сразу уставляем два проекта. Одной территории два проекта. Там где-то скамеечки, где-то фонарики другого, где-то асфальт, где-то плитка. Поэтому мы предлагаем два варианта. И за которые люди нам вообще-то... Вот из этих двух проектов... В любом случае территория будет сделана, но нам надо выбрать, какой из этих проектов. Или, как я говорил, там будет или асфальтовая дорожка, или будет там плитка, или будут фонарики какие-то садовые, или будут фонарики другие, скамеечки такие, скамеечки такие. Поэтому какой людям понравится, тот мы и реализовываем. Вот эти проекты, они представлены как раз на сайте, их можно посмотреть. По этим обоим территориям. Набережная нефтяника. И вот проголосная дорожка. Они представлены на сайте. Люди, открывая этот сайт, они видят оба этих проекта. И за любой из них, который проголосует, который больше выберут, тот естественный... Который им понравится больше, да? Дмитрий, вы в Ухте были, как оцениваете изменения? Я в Ухте бываю регулярно, хотя, наверное, не так часто, как хотелось бы. И даже, Магмедович, я обещаю, что в ближайшее время посещу Ухту. Мы всегда рады. Всегда рады гостям. Поэтому очень часто приезжают, когда особенно появилась набережная, нас очень часто приезжает детский парк. Поэтому мы всегда рады гостям, всегда примем. Отлично. Я свою поездку буду освещать в социальных сетях. Конечно, вот те преображения, которые в Ухте произошли, ну, там, не может не радовать. И я вот белой завистью всем жителям Ухты завидую. У нас, мне кажется, вот набережные газовиков, нефтяников, это... Ну, они настолько, выражаясь современным молодежным языком, крутые и классные, что, мне кажется, я, как житель Сыктывкара, искренне завидую. Я хотел бы, чтобы такого уровня социальные объекты были и в нашей столице. Я считаю, что они в каких-то моментах точно более интересные, более разнообразные для жителей. То есть мало там в Сыктывкаре таких мест, где в одном месте столько разных видов досуга сконцентрированы. И люди разных интересов могут прийти, позаниматься чем-то для себя и при этом пообщаться вместе. Поэтому это классно. Особенно меня радуют планы, планы, в которых видно, что город будет преображаться. А учитывая то, что он такой компактный, я думаю, скоро в каких-то федеральных рейтингах мы будем не шестыми, а пятыми, четвертыми, третьими. И будут играть на пример, да? Да, будем первыми во всевозможных рейтингах. Но тут можно сказать, что сыктывкарцам тогда нужно быть активнее, чтобы как-то догнать Ухту? Да, безусловно. Не только сыктывкарцам, но и жителям всех муниципалитетов. У нас в республике Коми и Ухта хороший тому пример администрации все достаточно отзывчивые. Вот я в целом, наверное, так бы сказал. Поэтому люди должны взаимодействовать. Тоже это дорога с двусторонним движением. Надо больше общаться на эти темы и быть готовыми к совместной работе. Тогда можно будет достичь еще большего. Да, но мы вернемся к нашему проекту формирования «Комфортная городская среда». И я напоминаю, что помочь вам, дорогие наши телезрители, в голосовании могут волонтеры. Роман Кирпа встретился с добровольцем и напомнит, как проголосовать в Ухте. Ухтинцы голосуют за дизайн проекта благоустройства общественных территорий, которые преобразятся в городе в 2024 году. Сделать это можно как самостоятельно, зайдя на портал проекта «Городская среда», так и при помощи волонтеров. Как волонтеры помогают сделать свой выбор, ухтинцам нам расскажет руководитель Центра добровольчества в Ухте Анастасия Власова. Анастасия, как все-таки волонтеры помогают ухтинцам отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства? Варианты голосования через волонтеров два, это через подтверждение учетной записи через госуслуги, либо по номеру телефона. А где ухтинцы могут встретить волонтеров, которые помогают проголосовать? Волонтеры проводят массовые голосования в организациях, также их можно встретить в общественных местах, таких как МФЦ, ярмарка, либо в ГДК перед концертами. График размещается в ВКонтакте, в официальных клубах Дома молодежи и Центра развития добровольчества. И волонтеры, получается, выглядят как вы, у них есть вот эта курточка, есть вот этот бейджик комфортной среды? Да, обязательно у каждого волонтера есть белый бейджик, формирование комфортной городской среды, остальная атрибутика по желанию. Ага, волонтеры могут спросить, не могут спросить, а они спросят номер телефона у того, кто захочет отдать свой голос за тот или иной вариант благоустройства. Почему не стоит бояться передавать волонтерам комфортной городской среды свои данные? В рамках федеральной программы каждый гражданин имеет возможность отдать только один голос. Дабы избежать фальсификации голосования, нужно подтвердить свои персональные данные. Данные передаются только в Министерство строительства и сохраняются там без передачи третьим лицам. Поэтому переживать не стоит. Спасибо, Анастасия. Передаю слово студия. Магомед Нур Магомедович, как вы оцениваете голосование в Ухте? Люди активны? Желательно, конечно, чтобы они были еще активны, хотя мы перешагнули там 50% рубеж, но я думаю, что половина как раз у меня не прошла, осталась равна половина. Я думаю, что мы все-таки то значение, цифр, которое мы должны наберем. И голосовать я действительно призываю всех жителей, потому что понять надо одно, что когда мы хотим, чтобы у нас что-то было, мы тоже должны ответить на действие. Поэтому нам нужно, чтобы вы проголосовали, мы привлекаем деньги, мы делаем те территории. Поэтому от каждого зависит та сумма денег, которая придет нам в город, от каждого зависит та сумма денег, те объемы работ, которых мы будем выполнять. Поэтому призываю всех жителей города проголосовать. Те, у кого есть возможность зайти на госуслуги, это обязательно. Но если нет возможности, то ради бога никаких вопросов нет. Вы просто даже можете сделать звонок, мы к вам лично персонально можем направить даже волонтера, который придет, поможет вам проголосовать. А много вообще волонтеров у вас? Волонтеров много. Как-то они обучаются специально? Обязательно. Их и обучаются, волонтеров много. Но у нас по голосованию большинство людей проголосовало через госуслуги. Я считаю, что это наоборот плюс, то что люди более погружены в это дело, они находятся в госуслугах, то есть понимают, что это такая очень полезная организация, которая поможет им в решении любых вопросов. Поэтому считаю, что через госуслуги это правильно. А волонтеры у нас есть, никаких вопросов проблем не возникает. У нас и перед торговым центром они, и то, что говорили и на этих общественных территориях. Даже я еще повторяю, если коллективы, допустим, есть возможность, не все могут зайти в госуслуги. Звонок можем прислать, никаких проблем не будет. Дмитрий, вы как оцениваете голосование? Я хорошо оцениваю голосование. У нас достаточно высокая активность по конкретно комфортной городской среде. То есть многие люди голосуют и с помощью, непосредственно сами через госуслуги и при помощи волонтеров. Но я бы хотел сказать, чтобы люди понимали то, что голосовать очень важно и нужно голосовать еще больше. Во-первых, это помогает администрациям более точно определить приоритет о том, какие объекты лучше сделать в этом году, какие можно отложить на следующий год или далее. Выявить, может быть, какие-то объекты, которые вообще не предполагалось делать. То есть нужно обратную связь давать. А также голосование помогает показать эффективность программы. Уважаемые гости, сейчас вас смотрит вся республика и, конечно, жители Ухты. Кратко скажите, почему ухтинцы должны голосовать? Начнем с вас, Магомед Магомедович. Я не знаю, наверное, как это объяснить, почему должно. Да потому что мы хотим жить хорошо. Мы хотим иметь хорошую общественную территорию, куда можно прийти с детьми и со всеми. Мы хотим, чтобы у нас дворовая территория была, не как после бомбежки. Вот для того, чтобы это произошло, мы должны голосовать. Поэтому обращаюсь ко всем ухтинцам. Огромная просьба. Все-таки проголосуйте, потому что это делается не для Османова, не для Петрова, не для Сидорова, это делается для вас. Поэтому надо активно принять участие и обязательно проголосовать. Поймите, если мы до 30 мая не проголосуем, в следующем году очень сильно сомневаюсь, что у нас эти 10 дворовых территорий появятся, и эти две общественные территории, которые мы сегодня обсуждали, тоже могут не появиться. Дмитрий? Магомед Магомед Магомедович так хорошо сказал. Я присоединяюсь ко всем его словам. Давайте, ухтинцам нужно проголосовать, потому что... Ухтинцам обязательно нужно проголосовать, потому что они голосуют за улучшение жизни и благоустройство именно тех мест, где они сами живут. И если они хотят, чтобы они, территории улучшались, то как минимум проголосовать – это то действие, которое приведет их к этому результату. Они уже сегодня там живут, там будут жить их дети и внуки. И надо как минимум проголосовать. Это настолько несложное действие, даже, можно сказать, почему мы его обсуждаем, почему мы не видим стопроцентного количества голосов. Хотя я уже говорил сегодня о том, что я за то, чтобы люди выходили и трудились на этих объектах, и кто-то даже финансово вкладывались. Поэтому как минимум проголосуйте, уважаемые жители Ухты, за объекты. Это будет, может быть, первый шаг, да? Это будет первый шаг, чтобы мы все жили лучше, да? Софья, ну и ваше слово. Я, наверное, больше обращусь ко всем жителям республики, что необходимо голосовать за объекты, которые будут благоустраиваться в следующем году, чтобы сделать наши города и нашу жизнь более комфортными для проживания. Чтобы сделать жизнь в наших городах лучше. Лучше, да. Спасибо вам, уважаемые гости. Итак, онлайн-голосование по объектам федеральной программы формирования комфортной городской среды продолжается до 31 мая. Проекты будут реализованы в 2024 году. Мы обращаемся к ухтинцам и всем жителям городов республики. Давайте вместе решим, как будут меняться наши города и как сделать жизнь комфортнее. Больше 30 тысяч жителей Коми уже сделали свой выбор. Проголосуйте. Это касается каждого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова